Здравствуйте! Приступаем к третьему вопросу, третьей темы. Экономические ресурсы. Информация как новый вид ресурса. Итак, экономические блага, как мы уже знаем, отличаются ресурсоемкостью. То есть на их производство затрачиваются определенные ресурсы. В переводе с французского ресурсы означают вспомогательные средства, то есть источники, обеспечивающие производство. В экономической теории, наряду с понятием экономические ресурсы, используют понятие факторы производства. Начинается некая путаница. Так вот, их отличие в том, что ресурсы означают экономический потенциал страны, а факторы производства – это как раз те самые ресурсы, которые уже вовлечены в процесс производства. Непонятно, о чем же идет речь? И давайте в этом разберемся. Начнем с ресурсов. Ресурсы делятся на несколько видов. Природные, земля, лес, водные, климатические факторы – это тоже важно. Например, мы живем в Сочи, это тоже ресурс. Часто их называют просто земля, подразумевая при этом предоставленные природные. Давайте разберемся. Оказывается, Россию принадлежат первые места по естественному газу, второе – по бурому углю, картофелю, хотя с этим можно поспорить, молоку. Третье место в мире она занимает по нефть, четвертое – по электроэнергии, чугуну, железной руде, вывозке деловой древесины. Не кажется ли вам, что тут что-то странное? Только ресурсы. Подумайте над этим. Что тут странного? Что мы производим только природные ресурсы. Второе – трудовые ресурсы. Для начала вспомним, что Аристотель и другие древние мыслители считали труд одним из важнейших факторов производства. Так вот, возвращаясь к статистике, в России на 1 января 2011 года численность населения составила 141,5 миллионов человек, в том числе экономически активное население 76 миллионов человек. Так написано в нашем учебнике. А сколько есть населения, в том числе активного, на сегодня? Давайте разберемся. Я вам даю эту ссылочку. Третий ресурс – это производственные ресурсы. Его еще называют капитал. Он существует в форме денег и средств производства. Давайте не забывайте об этом. Деньги – это тоже ресурсы. И относятся к производственным ресурсам. Четвертый, немножко спорный ресурс – предпринимательские способности. Некоторые называют его способностью трудиться или относят к трудовым ресурсам. Тем не менее, предпринимательские способности, так тоже часто говорят, в разных источниках по-разному. Я, например, считаю, что это свойство труда человека, результат его труда в точке учебы. Так вот, это способности к организации и комбинированию факторов производства для достижения конкретных целей. Мне кажется, здесь не так все просто – комбинация факторов. При этом, давайте обратим внимание, что функции предпринимателя заключаются в следующем – проявлении инициативы по соединению различных ресурсов в процессе производства материальных благ или услуг. Мне кажется, этого недостаточно. Тем не менее, это первый импульс. Второе – принятие решений по управлению фирмой. Это действительно важно. Необходимо быть решительным. Третий момент – внедрение инноваций путем производства нового продукта или радикального изменения производственного ресурса. Мы отмечаем, что это действительно проблема. С инновациями в России – проблема. С инновациями действительно колоссальные проблемы в России. И следующая функция – несение ответственности за экономический риск, связанный со всеми указанными функциями. Так вот, предпринимательство как ресурс наиболее эффективно, как часто говорят, реализуется в условиях либеральной экономики, где нет чрезмерных бюрократических ограничений и функционирует устойчивая законодательная база. Можно отметить, что законодательная база у нас в целом неплохая. Что касается чрезмерных бюрократических ограничений, тут есть колоссальные проблемы. Это на самом деле зачеркивает преимущества либеральные. Так вот, эффект от предпринимательства зависит от уровня образования, что мы сейчас с вами и пытаемся решить, квалификации, это в дальнейшем, по окончании учебного заведения, от способности тех людей, наверное, это от Бога, от родителей, от самих людей, от способности людей, которые берут на себя инициативу по созданию и управлению производством. Это, кстати, очень важно, инициатива. И вот теперь мы обращаем внимание на то, что новым фактором, важнейшим фактором производства, его тоже относят к ресурсу, становится информация. Как я уже говорил, иногда под информацией можно понимать информационную свалку. Вспоминайте предыдущие наши занятия. Тем не менее, получение информации – это процесс сбора, обработки и распространения знаний, которые необходимы для производства и реализации экономических благ для ведения бизнеса. Можно сказать, что если иметь капитал, землю, классных работников, но не иметь информации, все это можно потерять. Кто твой друг, кто твой враг, кто крот у тебя в фирме, кто мешает тебе работать, это надо знать, это информация. Так вот, сейчас ни одна из сторон жизни человека не может обойтись без этого знания. И многие страны тратят значительные средства на развитие научно-технического прогресса и расширение информационных систем. Все экономические ресурсы или факторы производства имеют одно общее свойство. Они редкие или имеются в ограниченном количестве. Вследствие редкости производственных ресурсов, в том числе информации, объем производства экономических благ также ограничен, и поэтому необходимо добиваться эффективного использования этих редких ресурсов. И вот мы переходим к самому сложному понятию. Вроде простому, а на самом деле сложнейшему, это экономическая эффективность. Она характеризует связь между количеством ресурсов, которые применяются в процессе производства, и получаемым в результате какого-либо блага. Так вот, большее количество продуктов, получаемого от данного, обращая внимание, фиксированного объема затрат, означает повышение эффективности. А меньший объем продукта от данного количества затрат указывает на снижение эффективности. Обратите внимание, что окончание «ность» – это всегда дробь. результативность, эффективность и так далее. Так вот, значимость отдельных ресурсов менялась в зависимости от уровня развития производительных сил общества. Например, в той индустриальной системе главными факторами производства были природа и труд. В индустриальной системе основное значение имеет капитал. Как мы уже понимаем, это деньги, машины, оборудование, средства производства. А в постиндустриальной системе ведущая роль отводится именно информации, на самом деле, интеллектуальным ресурсам. Все эти ресурсы находятся в определенном соотношении, они взаимодополняются, замещают друг друга. Мы говорим здесь об оптимальном сочетании этих ресурсов. Вот эта взаимозаменяемость, альтернативность использования связана с тем, что увеличение объема производства может быть обеспечено различными сочетаниями ресурсов. При этом экономические ресурсы мобильные – это не мобильные телефоны, имеется в виду перемещение в пространстве, и эта степень их мобильности различна. Наименее мобильные – природные ресурсы, наиболее подвижные – трудовые ресурсы и особенно мобильные – такие ресурсы, как капитал и информация. Вот это самое мобильное. Предприниматель как раз отыскивает наиболее рациональную комбинацию, используя их взаименяемость, и я бы от себя дополнил их возможность перемещения в пространстве. А также и во времени, потому что, как мы слышали, время – это деньги. Взаимосвязь субъектов и объектов экономики осуществляется на основе круга оборота, взаимозамены, перемещения, взаимопревращения ресурсов и экономических благ. При этом основные субъекты – это домохозяйство, потом фирмы, потом товары и услуги. Обращаем внимание, мы делим это. Это все экономические блага. И домохозяйство поставляют экономические ресурсы, фирмы их потребляют, потом поставляют товары и услуги, и они опять потребляются домохозяйством. Вот такой вечный круговорот. В условиях рыночной экономики каждому ресурсу присущ свой рынок, который характеризуется спецификой спроса и предложения. Обратим внимание, именно рыночной, командной, административной системе. Рынка нет, там имеется определенное направление потоков товаров и услуг вне рынка. Так вот, на этих рынках формируются доходы владельцев ресурса. Это труд, это капитал, это земля. И я бы еще вновь обратил внимание, чего нет в учебнике – это информация. Тот, кто владеет информацией, он тоже владелец ресурсов. Спасибо за внимание. Будьте в готовности выполнить домашние задания в нашем онлайн-курсе по этой теме.